Штраф за движение под знак «Движение запрещено». Мало кто из водителей знает, за какой знак какой штраф полагается. Более того, некоторые автолюбители даже не помнят название и обозначение знаков, поэтому иногда можно встретить вопросы вроде «Что?». Значит знак с белым кругом и красным ободком и какой штраф за проезд под него? Кавычка-точка. Знак 3.2 «Движение запрещено» относится к запрещающим. Он останавливается на участках, дороге и территории, на которых нельзя перемещаться ни на каком транспорте – легковом и грузовом. Водитель, который нарушает запрет, препятствует перемещению других автотранспортных средств. Какой штраф за езду под знаком «Проезд запрещен»? В соответствии со статьей 12.16 Кодекса об административных правонарушениях и реф за проезд под знак «Проезд запрещен» штраф на легковом или грузовом автомобиле составляет 500 рублей. В некоторых случаях нарушитель получает предупреждение. Важно! В городах федерального значения «Москва», «Санкт-Петербург» штраф за движение под знак «Движение запрещено» может вырастать до 5000 рублей. Без разрешения «Проезд под знак 3.2» запрещено легковым и грузовым ТС возбудить дело о совершении правонарушения имеет право сотрудник полиции, инспектор ГИБДД или Судебный пристав исполнитель, согласно действующему законодательству Российской Федерации, штрафует за нарушение правил дорожного движения инспектор ГИБДД. Что делать, если пришел штраф? В соответствии с частью 3 статьи 28.6 Кодекса об административных правонарушениях выписку о штрафах ГИБДД в течение третьих дней с момента совершения нарушения водитель получает По почте заказным письмом, отправленном в форме копии постановления на бумажном носителе, в форме электронного документа подписанного Усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица, с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг Как оплатить штраф за знак «Движение запрещено» в 2018 году? Оплатить штраф можно на месте. Существует множество способов оплаты штрафов ГИБДД в банке Оплата производится пластиковой картой или наличными по форме номер ВД-4 Необходимо прийти в учреждение, заполнить квитанцию и оплатить штраф В целях экономии времени квитанцию можно сформировать на официальном сайте ГИБДД На почте России оплата осуществляется пластиковой картой или наличными по форме номер ВД-4 Необходимо прийти в ближайшее почтовое отделение, заполнить квитанцию и оплатить штраф Как и в случае оплаты в банке, квитанцию можно сформировать на сайте Государственной инспекции безопасности дорожного движения Сбербанк онлайн позволяет оплачивать любые штрафы ГИБДД за несколько минут Для этого достаточно зайти на сайт Сбербанка, зарегистрироваться или авторизоваться, зайти в раздел «Платежи», а затем «Налоги», «Штрафы», «ГИБДД» Через электронные платежные системы Оплачивать штрафы ГИБДД можно через QIW и WebMoney Яндекс Деньги Достаточно зарегистрироваться или авторизоваться в электронной платежной системе Перейти в категорию «Платежи» и «Переводы» Далее Штрафы ГИБДД и произвести оплату в несколько кликов На сайте ГИБДД в правом меню нужно найти кнопку «Проверка штрафов» и кликнуть по ней Далее следует заполнить все сведения о себе при наличии активных штрафов Система их продемонстрирует Далее перейти на страницу оплаты штрафа, нажав на кнопку «Уплатить онлайн» Что будет, если просрочить уплату штрафных санкций? Согласно действующему законодательству Российской Федерации Произвести уплату штрафа следует в течение 60 дней с момента, как нарушитель Получит извещение по почте или на сайте госуслуг Если гражданин просрочил уплату штрафа ГИБДД, его ожидают следующие виды наказаний Привлечение к административной ответственности В виде штрафа в двукратном размере Арест до 15 суток Обязательные работы до 50 часов Обратите внимание, любой гражданин, находящийся в тяжелом материальном положении, может рассчитывать на рассрочку уплаты штрафа сроком на 3 месяца Если гражданин не выплатит всю сумму штрафа, в течение этого периода будет составлено постановление о неуплате, которое направят в Службу судебных приставов для взыскания материального имущества с нарушителя в принудительном порядке Постановление, как заявить о нарушении ПДД Если гражданин стал очевидцем нарушения правил дорожного движения, то он имеет полное право заявить об этом в ГИБДД с тем, чтобы правонарушителя оштрафовали Перед тем как писать заявление, следует зафиксировать непосредственно факт совершения правонарушения с помощью фото или видеорегистратора В заявлении должны быть видны государственные регистрационные знаки автомобиля водителя, совершившего нарушение правила дорожного движения Четко зафиксировано нарушение правил дорожного движения Например, если автомобиль движется под знаком 3.2 движения запрещено, то заявитель должен сфотографировать его на фоне этого знака Точная дата, время и место зафиксированного нарушения Информация об автомобиле правонарушителя, марка, модель, регистрационные знаки Правила, которые нарушил водитель Статья АК, предусматривающая наказание за совершенное правонарушение Обратиться в ГИБДД о нарушении ПДД можно следующими способами Лично подать заявление Подать заявление Заказным письмом Подать заявление в электронном виде При подаче заявления лично или заказным письмом свидетель должен составить заявление по установленному образцу 1 июля 2018 года В 16 часов 30 минут водитель автомобиля Volkswagen Polo регистрационный знак А321 BV777 нарушил пункт 3 Два действующих правил дорожного движения и проехал на своем автомобиле под дорожным знаком движение запрещено Нарушение произошло по адресу Г. Москва, Марксийская улица, дом 72 Прошу наказать нарушителя по статье 12.16. Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации сообщить мне об итогах рассмотрения этого дела К заявлению прилагаю следующие материалы Фотография Место нарушения 8 штук Компакт-диск 1 штука С фото-видео Место нарушения 20 фото и 1 видео Заявление Подача заявления о нарушении ПДД онлайн Для подачи заявления о нарушении ПДД онлайн необходимо перейти на сайт ГИБДД Кликнуть левой кнопкой мыши на кнопку Перейти к заполнению анкеты для направления обращения Выбрать регион, в котором произошло нарушение ПДД Заполнить анкету, указав всю необходимую информацию, в том числе и о Контактный телефон, электронную почту После завершения заполнения полей нажать на «Отправить обращение» Изменения в законодательстве С 1 июля 2018 года МВД России предлагает изменить некоторые правила дорожного движения Это коснулось и нарушителей действующих ПДД, которые совершают право нарушения проезжая под знаком 3 2. Так по предложению МВД Российской Федерации Право законного проезда под знаком «Движение запрещено» останется только у инвалидов и двух группы До этого, помимо инвалидов и двух группы под знаком «Движение запрещено» имели право проезжать автомобили почтововой службы российской Федерации автомобилей граждан, проживающих или работающих на данной территории Автотранспортные средства, обслуживающие данную территорию Маршрутные автотранспортные средства Как избежать штрафа? Если водитель имеет при себе разрешение на проезд под табличкой «Движение запрещено» То он в любую минуту обязан предоставить сотруднику ГИБДД Следующие документы Паспорт в том случае, если водитель является жителем дома, находящегося на территории под знаком 3 2. Движение запрещено и едет к своему подъезду Накладное в том случае, если водитель обслуживает здание, расположенное на территории Под знаком «Движение запрещено» Договор о трудоустройстве, если водитель работает в здании, находящемся на территории под знаком Движение запрещено Медицинские документы при наличии на автомобиле знака «Инвалид» Опознавательные знаки Почты России Если водитель пользуется служебным автотранспортным средством Знак «Инвалид» разрешает беспрепятственный въезд под знак 3 Двумя таким образом, штраф за перемещение на автотранспортном средстве под знаком 3 2. Движение запрещено составляет 500 рублей Его можно легко оплатить традиционными или современными способами, но лучше просто не нарушать АВДД Движение запрещено составляет 500 рублей